В Черкесске состоялся обучающий семинар для кандидатов в новый состав Общественной Наблюдательной Комиссии при Общественной Палате Карачаева Черкесской Республики. Каковы цели и задачи обновленной комиссии, какие требования к кандидатам и как будет проходить взаимодействие с Комиссией Общественной Палаты России, узнавал Мурат Жанкёзов. Согласно Федеральному закону, Общественной Наблюдательной Комиссии, сокращенно ОНК, осуществляет общественный контроль за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания. Члены комиссии имеют право беспрепятственно посещать соответствующие учреждения и проверять то, как соблюдаются права задержанных, арестованных и осужденных. 9 июня был дан старт формированию нового состава Наблюдательной Комиссии в Карачаево-Черкесии. Для того, чтобы процесс подачи документов от кандидата в ОНК прошел юридически грамотно, Общественная Палата России проводит подобные обучающие семинары в регионах. Мы проводим ряд рабочих встреч с представителями силового блока, так называемого. Это органы СИН, МВД и прокуратуры. Также мы проводим встречи с представителями правозащитного сообщества. Это Уполномоченные по правам человека, Общественная Палата региона, ну и, соответственно, с органами исполнительной власти региона. Вот это тот круг интересантов, так называемых, которые так или иначе соприкасаются с деятельностью ОНК. С каждым из них мы проводим рабочие встречи, ну и финалом или апогеем нашей такой поездки является обучающий семинар. Председатель Комиссии Общественной Палаты России по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Воронцов проинформировал участников семинара, проходящейся и часть процедуре выдвижения кандидатов в новые составы ОНК-субъектов страны, о задачах, которые будут стоять перед обновленными комиссиями и возможных сложностях в процессе общественного контроля. В формате диалога, в формате общения как раз обсуждаем те вопросы, которые стоят сегодня перед институтом ОНК, новые, так сказать, процессы в законодательстве, новые требования к самим комиссиям, ну и, соответственно, отвечаем на вопрос кандидатов, ведем такой диалог. То есть, сам формат обучающего семинара – это некая такая оболочка. А вообще наша задача – это провести диалог именно по тематике развития ОНК в каждом регионе страны. Общественная палата России, понимая отсутствие коммуникации между регионами, сформировала и закрепила на законодательном уровне координационный совет, в который вошли все председатели региональных ОНК. Благодаря этому в субъектах появилась возможность коммуницировать, обмениваться информацией, проводить обучающие семинары, делиться победами и проблемами. Ну, вертикаль, да, это общественная палата России и субъекты, и горизонталь – это взаимодействие между самими субъектами. То есть, мы добиваемся таким образом того, что региональные ОНК начинают контактировать между собой, решать вопросы, которые, ну, допустим, интересы людей, которые живут не все, они могут находиться, местах, на содержании на своей территории. Кто-то у нас убывает на другие территории. Возникает это вопрос у родственников, у тех людей. И, соответственно, горизонтальные связи и возможности взаимодействия ОНК позволяют снимать эти проблемы и вопросы. В ходе мероприятия участники обсудили основные требования к кандидатам и общественным объединениям при выдвижении в состав ОНК, а завершится формирование нового состава общественной наблюдательной комиссии 8 августа текущего года. Мурат Шентьозов, Олег Молхожев, Вести Карачаева, Черкесия.